Слово «не воробей» и знаменитый бизнесмен Илон Маск лишится своего поста в компании. И все из-за неосторожного высказывания в Твиттере. Дмитрий Анопченко разобрался, как такое могло произойти. Если кто в американском бизнесе и считался неприкасаемым, так это Илон Маск. Еще бы! Один из самых прогрессивных предпринимателей страны, миллиардер, создатель Теслы и проекта SpaceX, журнал Forbes отдал ему 21 место в списке самых могущественных людей мира. Но с американской бюрократической машиной даже он не смог тягаться. Оштрафован на 20 миллионов долларов и еще столько же заплатит сама Тесла. Но главное не деньги. Маск должен покинуть пост главы совета директоров компании. И все это после одного только сообщения в Твиттере. Влиятельнейшая структура. Американская комиссия по ценным бумагам взъелась на бизнесмена и даже обвинила его в мошенничестве, когда он написал сообщение в соцсети, мол, готов выкупить акции своей компании, если уж акционеры им недовольны. Этот пост был скорее эмоциональным. От человека, создавшего Теслу, акционеры требуют немедленной прибыли. В то время как Маск готов терпеть убытки, вкладывая в будущее проекты и технологии, которым нужно время, чтобы выстрелить. Вот после очередной попытки его построить, он и написал в сердцах, мол, сделает компанию частной. Нашел для этого средства. Рассчитывал, видимо, на сговорчивость коллег, но простое сообщение в соцсети стоило ему должности. Маск останется в компании, но минимум на три года там назначат независимого главу совета директоров. В его состав ведут еще двух человек, не связанных с бизнесменом, а его личные сообщения возьмут под контроль. И все это заставило прессу сейчас говорить, писать и спорить. Мол, сообщения Илона Маска только на рынок влияют, а то, что Трамп в Твиттере пишет, на всю страну, да и на весь мир. И раз уж законы такие жесткие, может быть и президента сейчас ограничить? Ведь президент твитит сам, никому не доверяя свои сообщения править. И даже ближайшие помощники о многих его решениях узнают из соцсети. Предложение назначить модератора провалилось. На любые попытки его контролировать Трамп реагирует с обидой. Но ограничить его разве что Конгресс может, да и то уже после выборов. И только в случае, если демократы смогут взять реванш и сформировать в Конгрессе большинство. А случится ли это? Большой вопрос. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.